И сейчас я бы хотела обратить ваше внимание уже на российский контекст и что происходит в России с грантовыми конкурсами в кризисный период. И мы, конечно, сейчас говорим не только о периоде сегодняшнем, не только о периоде коронавируса, но и вообще разные сложные периоды. Каким образом влияют на грантовые конкурсы? Происходят ли какие-то изменения? Если происходят, то какие и почему? Если не происходят, то почему они не происходят с этим инструментом? Я думаю, что это то, о чем мы поговорим в следующую сессию. И Наталье Каминарской было буквально несколько секунд, чтобы передохнуть и сделать глоток чая. Сейчас будет несколько легче, мне кажется, потому что лица будут разные и голоса тоже будут разные, поэтому воспринимать будет чуть проще, чем первую сессию. И я с удовольствием снова передаю слово директору Центра Благосфера, ведущей нашей второй пленарной дискуссии уже о российском опыте Наталье Каминарской. И Наталья уже сама представит тех спикеров, которые будут принимать участие в этой конференции. Спасибо, Марина. Мы продолжаем. Ну, предлагайте уже и представлять своих коллег, и мы поговорим об этом. Еще раз, мы продолжаем наш разговор о грантовых конкурсах в период кризисов. Ну и, как уже стало очевидно после первой сессии, тема эта совершенно не праздная, вызывает интерес среди грантодателей самого разного типа, и частных фондов, и корпоративных доноров, и представителей власти, и даже инфраструктурных организаций, которые проводят свои конкурсы и востребованы как специалисты в данной сфере сейчас. Ну и оказалось, что грантовый конкурс во многих случаях, ну, чуть ли не единственный такой хороший правильный механизм, которым можно воспользовать и быстро и эффективно распределить ресурсы. Хотя, как вот сейчас говорили иностранные коллеги, не всегда это все срабатывает. Но появились у нас за последнее время и новые грантовые конкурсы, действующие серьезно поменяли свою структуру, и, как мне кажется, было бы очень правильно этот момент сейчас отфиксировать, понять, в каком направлении меняются грантовые конкурсы в связи с кризисом прямо сейчас, вот в нашей стране уже, не просто в глобальном сообществе, а у нас с вами в России. Что уже мы придумали, как это работает, и чтобы не потерять вот эти найденные хорошие решения и не допускать новых ошибок, кто сейчас отправляется по этому пути, потому что понятно, что мы еще далеко не в конце этой непростой ситуации. Поговорить об этом мы пригласили наших коллег, которые не просто имеют большой опыт организации разного рода конкурсов, каждый из них сейчас выступил со значимой инициативой для некоммерческого сектора в эти непростые времена. И я хочу с удовольствием представить спикеров этой панели, но не по совершенству, а просто по алфавиту, чтобы никому не было обидно. Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елены Геннадия Тимченко. Здравствуйте, Мария. Оксана Урочева, генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина. Оксана. Мария Черток, директор благотворительного фонда развития филантропии КАФ. И Илья Чукалин, генеральный директор фонда президентских грантов. Вот такая группа глубоко уважаемых и очень опытных грандмейкеров сейчас будет со мной разговаривать о том, что, собственно, происходит. И опять же, как и в прошлой сессии, у меня есть вопросы к коллегам, но вас, друзья, участники конференции предлагают вопросы свои задавать. Правда, прошу очень придерживаться именно темой дискуссии и не лоббировать получение грандов и не задавать конкретные вопросы по поводу текущих конкурсов уважаемым донорам. Ну и начнем, наверное, с простенького. Давайте, значит, уважаемые коллеги, поговорим о том, что все-таки, а вот российское, российский грандмейкинг в связи с кризисом, какие вызовы, с какими вызовами мы встретились. Давайте так, каждый сейчас назовет по одному, чтобы было честно, чтобы не занять все время всеми. Давайте по одному начнем. Ну, какой, на ваш взгляд, самый релевантный именно к вашей работе? Ну, как кому бы удобно начать? Ну, давайте, Мария Чертова, прошу. Я думаю, что главный вызов – это то, что нас в этой панели сколько четверо? Так, а в чем вызов? Ну, вызов в том, что, в общем, очень мало отклика на этот кризис именно от системных гранд-отдающих организаций. Довольно много, естественно, и больше, чем могло бы быть быстрого реагирования в плане гуманитарной помощи, там, СИЗов и так далее. Но при этом средств на то, чтобы как бы системно помочь сектору найти какое-то новое лицо и выйти из этого кризиса более крепким и другим, ну, таких средств практически нет. Спасибо. Не на конкурсной основе, не бесконкурсной. Спасибо. Услышал, маловато нас. Так, Мария Морозова, прошу вас, на ваш вкус. Микрофончик включаем. Я просто думала, что принудительно нас будет туда. Нет, я предлагаю вам самим это регулировать. Я обращаюсь, а вы говорите. Спасибо. Ну, наверное, самое главное – это абсолютно разнонаправленные события и тренды, то есть социальных проблем становится резко больше, ресурсов резко меньше. Кроме того, это усугубляется тем, что непосредственные социальные связи, они перекрыты изоляцией, в том числе и связи между НКО и их подопечными, мы тоже понимаем. И при этом основные силы и финансовые, и человеческие, например, региональные власти, они сейчас брошены на борьбу с эпидемией. И вот я просто для примера, поскольку мы этим сейчас активно занимаемся, могу сказать, что только на приобретение комплектов средств защиты для одной больницы на 200 коек регион может тратить до 30 миллионов рублей в месяц. А в целом, тоже такая информация у меня была, что только за первые два месяца борьбы с вирусом из резервного фонда на социалку региона было потрачено 6 миллиардов рублей. То есть, наверное, это очень такие важные системные события и изменения, которые точно совершенно влияют на всех нас. Безусловно. И вызов для благотворителей, конечно, потому что 6 миллиардов и мы. И тем не менее. Илья, на ваш вкус, какой главный вызов, с которым вы сталкиваетесь сейчас? Мы и некоммерческий сектор, это будут разные немножко вызовы. Безусловно. Я вас как донора спрашиваю. Для нас это в значительной степени скорость реакции цифровая адаптация, потому что очень многие к нам организации обращаются, и для них вопрос принятия решений, вопрос минут, часов, в том числе в части переноса бюджетов. Ну и, естественно, пока все это необходимо, чтобы все успевать делать, все решения принимать и все документы, все договоры заключать, нужно очень высокий уровень цифровизации. Так что это тоже был такой серьезный вызов. Поняла. Спасибо. Оксана, прошу вас. Я бы добавила, наверное, к тому, что уже сказала Илья про скорость. Еще одну важную составляющую – это как совместить устоявшиеся в грантодающем сообществе привычки поддержки проектных конкурсов, проведение проектных конкурсов с достаточно жесткими правилами на всех этапах конкурса и реализации проектов, с потребностью в гибких, быстрых деньгах на институциональную поддержку. Действительно, вызов. Есть еще какие-нибудь, которые мы хотели бы сейчас с вами озвучить, или мы будем немножечко их еще вспоминать в ходе продолжения нашего разговора, или есть что-то, что мы хотим вот сейчас прямо вот эту общую копилку обязательно произнести и добавить? Я бы точно хотела добавить, если это можно сделать, были выявлены, точнее как, эпидемия, и в том числе и последствия борьбы с этой эпидемией, они обострили как существующие проблемы, так и показали некие новые социальные проблемы. И с другой стороны, мы понимаем, что сейчас приходит проблема второй волны, с которыми гораздо дольше нам предстоит работать. И вот, например, во время изоляции одинокие пожилые люди, например, не могли дойти до банка или до магазина и купить продукты, поэтому они не могли снять свою пенсию, и НКО и волонтеры помогали им с продуктами. Но когда снимется карантин, вот тут, возможно, развилка. Эта проблема может уйти, потому что пожилой человек имеет средства, которые он может, собственно, снять, и способит сам дойти до магазина, но она может и не уйти, если на самом деле мы столкнулись с ранее невыявленной потребностью в посторонней помощи или проблемой бедности. И вот просто для примера, в рамках одного из наших антикризисных проектов было выявлено только за это время 4 тысячи одиноких пожилых людей, которые реально нуждаются в помощи, но при этом ранее они были невидимы ни для системы соцзащиты, ни для НКО. Иными словами, мы видим, что далеко не самые по-настоящему нуждающиеся люди получают необходимую для них поддержку. Действительно, появились новые такие целевые группы, про которые, возможно, ни мы, как доноры, ни коммерческие организации в явном виде не думали, не включали в рассмотрение раньше, и теперь это придется делать еще. Оксана, Маша, Илья, есть еще что-то добавить, или мы можем дальше продолжать разговоры, или есть какие-то вызовы, которые обязательно надо сейчас озвучить, мне кажется, если есть, это важно их произнести. Я думаю, что большой вызов связан с бюрократией, от которой очень трудно отказаться. Мы как фонд, который не своими деньгами располагает, а берет деньги у одних доноров, становится сам таким образом донором, передает деньги в некоммерческие организации, мы просто чувствуем себя таким буфером между очень большой бюрократией крупных доноров или компаний и стремлением сделать эту бюрократию минимальной для тех, кому мы передаем деньги. И мы как бы на первых этапах этого кризиса, мы просто как бы пропали в этом процессе, потому что мы работали там по огромному количеству часов в сутки только для того, чтобы преодолеть бюрократию на том конце, чтобы как бы на этом конце эти деньги казались как бы быстрыми и легкими. И это, ну это жесть, я хочу сказать. Это страшно. Да, ну слава богу, что это удалось, потому что да, мы тоже слышали сегодня от Дженни, когда застряли деньги в системе и не могут дойти до конечных благополучателей. То есть, конечно, с одной стороны, радостно, что это не только наша какая-то такая проблема по ригидности системы и сложности, но с другой стороны, это безусловно вызов, к которому невозможно было подготовиться. Оксан, да? Я бы хотела, может быть, обобщить немножко то, что я посвящала, как вызов, что сегодня требуется другой уровень управления рисками, потому что риски существуют на всех этапах. Вот то, что Маша сейчас назвала, это риск, как совместить обе стороны. Скорость реагирования, это связано с рисками, и документы связаны с рисками, и цифровизация. То есть, как нам в этапах неопределенности, вот это важный вызов, работать сегодня с рисками, с тем, чтобы обе стороны этого процесса, и благополучатели, и доноры, как бы решали свои задачи эффективно. Спасибо большое. Илья, есть что добавить? Мне кажется, еще один момент, он очень важный, просто уже с точки зрения сектора, то, что, вот как, знаете, в системе государства, оно эволюционирует в модели, что мы правительство, да, это та модель, при которой, если ты обращаешься в любую точку власти, любая точка власти запрос принимает, а не пересылает, а не отсылает. И вот НКО в эту историю сейчас тоже попали, потому что к ним стали приходить запросы, и они, ну, как бы у них было два варианта. Первый маршрутизировать, сказать, ребята, вот вы не по адресу, а второй принимать на себя, и как-то тоже, вот, и многие стали принимать на себя, и это для нас в том числе было тоже оплевленным вызовом, потому что приходилось, ну, она реагировать на это, и потому что, ну, есть проект, есть формат проекта, да, есть уже формат текущей деятельности, организация ее, и с этим все сложно. Ну, и до сих пор это сложно. Да-да-да, вот тут, на самом деле, конечно, вопросы, как раз, в общем, в большей мере, наверное, к вам, Илья, потому что должен ли вообще донор принимать сигналы с мест и на них реагировать, и подстраивать свою деятельность под то, что происходит, под запросы реальные, или все-таки продолжать стандартную такую деятельность, которая, ну, определена процедурами и так далее. Я понимаю, что сейчас ответ будет разный у разных доноров, но вот конкретно вас сейчас спрашу, вам что пришлось делать, принимать сигналы и реагировать? Ну, я думаю, что у доноров в целом, и у нас в частности, не было варианта не реагировать на ситуацию, потому что ситуация необычная, сложная, но это вот буквально уже в начале марта мы прорабатывали самые разные сценарии. То есть вот первые еще, еще тогда не было такого, там еще только первые, условно появившиеся заболевшие, заразившиеся, мы уже начали прорабатывать сценарии. Мы их вот буквально там уже к середину марта, мы все меры, которые вот, видоизменения деятельности фонда, мы их практически все реализовали. То есть мы уже полностью перестроили модель изменения бюджетов, переноса сроков. Внутри себя тут провели специальные сессии на эту тему. То есть у нас не было вариантов не реагировать. У нас хорошо, что есть, ну, как бы каналы обратной связи, в том числе цифровые в основном, да, это в том числе и наши, не только наши социальные сети, но и уже индивидуальные контакты с каждым из грантополучателей, которые у нас есть, специальные чаты внутри системы. И вот в рамках них мы уже начали такие запросы собирать, анализировать, и уже на основе их принимать какие-то, сразу делать какие-то скрипты для общения с, и принятия решений с грантополучателем. Да, и вот коллеги отмечают, что очень быстро и эффективно, несмотря на то, что вы сейчас отметили это как вызов, вот эта скорость реакции и так далее, что вы очень быстро перестроились. Спасибо за то, что и по устным обращениям, в том числе, меняли не приоритеты, но то, что возникало в ходе реализации проектов, вот говорят, очень было здорово и замечательно. Ну, Мария, а я вот к вам, Мария Морозова, к вам хотел все-таки обратиться. А что же делать-то? Может быть, все-таки надо тушить пожар и как-то новые направления открывать и обеспечивать прямую помощь пострадавшим в кризисе через некоммерческие организации? Это же тоже такое возможное направление деятельности? Вот после того всех челленджей, которые мы с вами сейчас выписали, прямо у меня полстраницы таких вот здесь. Что скажете вы? Ну, мне вообще кажется, что принятие решения, так сказать, уважающим себя донорам, это, конечно, всегда принятие и анализ тех сигналов, которые идут и от благополучателей, и от общества. И в этом смысле мы формировали свою повестку именно на основании анализа этих сигналов и определили, собственно говоря, все-таки изначально мы определяли свои приоритеты, кому, в первую очередь, мы должны помогать, а потом уже через кого. И для нас это были, ну, естественно, заболевшие ковидом, в первую очередь, одинокие и зависимые пожилые люди, семьи с детьми инвалидами, семьи в трудной жизненной ситуации, если так в целом. И мы настолько были готовы принимать сигналы, что занялись совершенно невероятным для себя делом. Мы все это время давали гранты не только в деньгах, но и в медтоварах различного вида, и это была действительно очень сложная работа. И мне кажется, что когда мы говорим о перенастройке деятельности, тут очень важно, чтобы неким якорем и основой все-таки была не вот такая ригидная позиция, что у нас есть стратегии, у нас есть проектный портфель, утвержденный наблюдательным советом, есть утвержденный бюджет, и мы, как говорится, работаем по нему, и своих партнеров тоже к этому призываем. Мы точно должны быть гибкими, мы точно должны понимать, что сегодня проблемы становятся очень базовыми, а помощь нужна здесь и сейчас. И мы точно должны быть, высвобождать время благополучательное и практическую работу. Но мы точно должны свою миссию и те ценности, которые есть у организации, все равно считать своей основой и якорем. И в этом смысле, ну, например, мы точно должны быть уверены, что эта работа все-таки будет качественная. Поэтому во всех своих антикризисных проектах, вот отвечая на ваш вопрос про партнеров, про НКО, мы точно опираемся именно на них, потому что мы выбираем тех, кого мы знаем, кому мы доверяем, и действительно, которые не злоупотреблят тем доверием и той гибкостью, которую мы стремительно начали внедрять уже с марта. Поэтому и закрытый у нас есть конкурс по приглашению для партнерских организаций. Это, кстати, не только НКО, это и бюджетные учреждения, которые действительно начали подавать заявки, причем там было два направления. Это прямая адресная помощь наиболее узимым категориям и уже их собственная проектная деятельность для поддержки этих категорий. Все, что можно было упрощено, все сроки были сокращены. Сейчас об этом, Мария, давайте сейчас об этом немножечко позже. Я хочу про это внимательно у всех обязательно спросить и понять. Но вот тем не менее, все-таки, как бы, я так, может быть, не очень честно, но внутри себя поделила, что вот вы решили вот тушить пожар, в том числе прямыми распределением СИЗов по больницам, то же самое через некоммерческие организации и так далее. Мы решили, потому что это тот самый уже ощущение, что отечество в опасности. Ну, очень интересно, я потом, может быть, попозже об этом скажу, что один из наших антикризисных проектов в результате превратился в очень долгосрочную и потрясающе интересную историю. И она будет же дальше. Это давайте оставим на потом, потому что это очень важно услышать, что даже в эти сложные времена появляются интересные находки, которые действительно, вот как сказали наши коллеги, они на будущее, они этот креатив, который сохранится и обеспечит нам новую жизнь. А тем не менее, вот, Оксан, к вам хочу сейчас перейти. Вы же открыли фактически для себя новое направление деятельности фонда. И больше того, чтобы поддержать устойчивость и долгоиграющие стратегические проекты некоммерческих организаций. Как бы это ваше стратегическое решение? Да, нет, почему? Пожалуйста. Я бы все-таки вот так не противопоставляла. Я очень искусственно это, безусловно. Да, я хотела бы подчеркнуть, что в ситуации кризиса важны разные типы решений, потому что они направлены на достижение разных целей. И один тип, естественно, это прямая помощь. И прямая помощь я имею в виду либо с грантополучателем, не обязательно конечному благополучателю, но это то, что называется тушить пожары. Как это делает организация, это зависит от того, как она в принципе работает. И мне кажется, что в этой части очень важно оставаться в сфере своих компетенций, потому что иначе вот эта прямая помощь очень может оказаться дорогостоящей. То есть ресурсы будут потрачены неэффективно. У нас такого рода помощь была предоставлена текущим грантополучателям, предложено сразу, воспользуются они ей или нет. Это был их выбор, но это было предложено. Кроме такой истории, есть еще истории, связанные с восстановлением, и оно всегда наступает после кризиса, и с развитием, то есть чтобы дальше организации, мы становились более устойчивыми. И вот пакет наш антикризисных мер предполагал возможность воспользоваться вот одним из этих трех инструментов, как прямой помощи, и в том числе по конкурсу объявили об этом в конкурсе «Общее дело», так и более стратегическая история, а что будет завтра или послезавтра. Потому что кризис заканчивается, об этом мы знаем, любой кризис всегда заканчивается. И если мы хотим быть устойчивыми, про это надо думать сегодня, пока мы еще находимся в кризисе, иначе не перераспределить ресурсы. Поэтому я бы вот так смотрела более комплексно на этот вопрос, не отделяя одно от другого. Безусловно. Еще раз скажу, я делаю это немножечко утрированно, чтобы высветить разные аспекты того, что делают сегодня грантодатели в нашей стране, потому что кто-то может использовать такой значительный комплексный подход, кто-то выбирает для себя узкую нишу и рекоруководствуется своей стратегией и миссией организаций. Мария Чертог, к вам хочу сейчас обратиться. Вот, может быть, совет, который вы могли бы дать грантодателям, если ресурсы ограничены. Например, как правильно в этой ситуации поступать? Я думаю, что для разных грантодателей будет правильный разный ответ. Безусловно. И тем не менее. Давайте попробуем рассуждать на это. Ну, мне кажется, ресурсы, во-первых, всегда ограничены. Нет неограниченного ресурса. На мой взгляд, в данной ситуации очень важно, я присоединяюсь здесь к тому, что Оксана сказала в самом начале, очень важно не концентрироваться на том, что мы привыкли делать, а именно финансировать проекты. Потому что что такое проект для организации? Это как бы новая занятость, на которую, может быть, можно найти новые деньги. В данной ситуации, на мой взгляд, организации точно не ищут занятости. У них дел полно. Им не хватает ресурса для того, чтобы справиться с тем потоком потребностей, обращений, с которыми они работают. И в этом смысле придумывать проект, и потом по нему проект начитывается. Но это как бы с нашей стороны нечестно заставлять их это делать. Это как бы загружаем их таким образом дополнительно. Поэтому для нас было принципиально важно в этой ситуации максимально от проектного подхода отодвинуться. И сказать, что как бы да, нас интересует работа с конкретными целевыми группами как бы в связи с конкретной ситуацией коронавируса. Ну, может быть, мы бы так и не говорили, но так говорят доноры, которые дают нам деньги. Как бы были бы наши деньги, мы бы вообще по-другому поступали. Вот у Оксаны есть такая возможность, например. Но при этом как бы не надо придумывать проект. Расскажите, как вы будете работать с этой группой. И потратите 80% на работу с группой, 20% на свой админ. И как бы, ну, потом вы там как-то вот отчитаетесь примерно в этих строках. И на мой взгляд, это чрезвычайно как бы, ну, не в смысле я себя хвалю. Я говорю, что мы бы сделали все по-другому, были бы наши деньги. Но это очень важный такой поворот в голове именно в связи с кризисом. Оно вообще-то всегда важно. Потому что, ну, как бы у организации очень много постоянной текущей деятельности, которая важна. Это услуги в первую очередь. Да, и как бы представить каждый раз это все через проект, это вообще-то, ну, как бы сложная задача. Да, потом еще тебе не поверили, что этот проект сказал, ну, это же ваша текущая деятельность, что ведь мы на это деньги будем давать. А кто на это деньги-то будет давать? Да, как бы. Вот. В этом смысле, ну, мне кажется, что это самый главный совет для грантодати. Если вы хотите сделать сейчас что-то важное, поддержите организации в том, что они так делают. Не заставляйте их придумывать что-то новое. Потому что и так все это новое уже, да, новая ситуация. И как бы с ней надо справляться. С ней справляться тяжело. Ну, к сожалению, не всегда и не каждый донор может себе это позволить. И это была бы, наверное, идеальная ситуация, если бы можно было, вот как сейчас предлагают в чате, по Зуму переговорить с экспертами грантодающей организации, представить свою ситуацию, какие-то доказательства сложности ситуации и получить средства на реализацию. Увы, это не всегда получается. И вот, Илья, к вам, наверное, хотелось здесь вернуться. Понятно, что для фонда президентских грантов, ну, это фактически нереальная ситуация. И тем не менее, вот на ваш вкус, кто вообще, для кого из доноров, для какого типа, может быть, доноров, была бы возможна и оправдана в кризис такая позиция, что вот полный отказ от традиционных грантовых направлений и перераспределение, и переход к таким, ну, оперативным, стратегическим вопросам. Прошу вас. Ну, мне кажется, что это, ну, во-первых, я здесь вот сапелью опять же к Марии, потому что Мария сразу сказала, что это вопрос доноров. Да, и в нашем случае, ну, похожая ситуация. То есть просто у нас, у нас тоже есть донор, да, фонд президентских грантов. Это организация финансируемой из государственного бюджета, из федерального бюджета. Соответственно, человеком, который определяет нашу грантовую политику, ну, а стратегию нашей грантовой политики является президентом. Для целей, как бы, в согласовании этой грантовой политики образован специальный координационный комитет, который как раз вырабатывает стратегические решения. Поэтому, например, по-нашему, все равно, если позиция донора такова, то грантовая организация, естественно, она ориентируется на позицию донора. Но это не мешает ей предлагать упреждающие своему донору те или иные решения. Потому что, например, для нас, у нас были, например, сложные какие-то вещи, которые для нас сложны. То есть, в частности, перенос, одно дело переносить сроки реализации проекта на 2-3 месяца, а другое дело переносить, например, мероприятия с этого лета на следующее лето. Еще в условиях государственного финансирования. И здесь вот я, хотя у нас и не присутствуют на конференции эти люди, но я им вот пользуюсь случаем. Хочу огромное спасибо сказать председателю счетной палаты Алексею Леонидовичу Кудрину и нашему кулирующему аудитору Датяну Ликвидну Блиновой. Потому что, как только... То есть, у нас такая хитрая система, ведь представьте себе донор, у донора всегда есть принимающие решения, есть аудирующие. И вот аудирующие, это, на самом деле, самое важное, потому что они потом придут и спросят, а почему вы так сделали? Поэтому мы сразу, как бы, упреждающие пошли к нашим аудиторам в счетную палату, и они нас сразу же поддержали в части переноса. Это было для нас тоже... Мы не ожидали, мы думали, что мы готовились, готовили кучу справок, аналитики, разрезы, две недели собирали, у кого какие проблемы, созванивались с регионами, с гранд-плотами, пришли. Они говорят, да понятно все, ну, действительно, да, да, это логично. Ну, какой смысл сейчас закрывать проект и переносить это все у нас, ну, чтобы они заново побеждали с тем же проектом на следующее лето. Вот, но еще один момент, который я хотел сказать, вот, все-таки, про стратегическое и нестратегическое. Все-таки, вот, ну, дьявол в деталях и вопрос, вот, что понимать под проектом. Ведь мы тоже, вот, ну, постоянно спорим об этом. То есть, ну, действительно, есть вот, как бы, классический подход, что проект – это открытие чего-то нового в организации, потому что это полезное. То есть, это не то, ну, вот, я тоже, опять же, с Машей соглашусь, что это открытая новая занятость, но она еще и способствует, ну, развитию организации. Организация, таким образом, придумывает все равно новые форматы какие-то работы. Но, вместе с тем, ну, вот, фонд «Президентский грант» воспринимает проект, ну, вот, особенно на данном этапе, как достижение результата за единицу времени, то есть за период времени. Поэтому, если текущую деятельность организации можно упаковать в логику, что, да, мы вот за этот период времени получим такие-то результаты, то вот эта вот сущность, ее можно… У нас часть экспертов фонда согласна с таким подходом, часть не согласна, но, ну, ну, что делать? Нормальная дискуссия, она всегда, наверное, эта тема будет идти, что поддерживает, не поддерживает текущую деятельность. Но если вот текущая деятельность упакована в проект, таким образом, довольно несложно, то мы ее поддерживаем. И, ну, доноры, конечно, опять же, все нужно идти от мандата и от стратегии донора. Я думаю, что так. Спасибо, Илья. Вы несколько раз упомянули уже о том, что вот разные типы информации и разные данные нужны донору для принятия стратегических решений. И вот вы из счетной палаты убеждали и исследования проводили. А я хотела бы, вот, например, Оксана, к вам обратиться. А вы решения от тех или иных грантов в конкурсах вот сейчас в период пандемии принимали на основе каких данных, где вы их брали и как это было организовано? И что можно посоветовать другим донорам, соответственно? Мы с середины марта проводили регулярное анкетирование наших грантополучателей, чтобы понимать их нужды текущие. И, собственно, это помогало нам выстраивать стратегию работы с ними. Мы также исходили из того, что изначально исходили из того, что все наши гранты, вся наша поддержка является партнерской. И, собственно, на партнерских условиях предложили на именно вот это важное отличие аферту, которым сразу давала и снимала самые острые вопросы. Продление сроков всем предложили автоматически. Для этого ничего не надо делать, кроме как принять аферту. Изменение сроков отчетности. Это была вторая сложность, которая сразу вставала у грантополучателей, когда все оказались по домам. Дополнительное перераспределение бюджета, дополнительные средства на административную поддержку, чтобы они могли самостоятельно решить, на что это необходимо. То есть это был первый блок, и он продолжается. Мы проводим, собственно, постоянно вот такие консультации с грантополучателями. И, наверное, из важного, что оттуда вынесли, и то, что еще не прозвучало, что кроме финансовой поддержки, о которой мы все время говорим, для грантополучателей важна и нефинансовая поддержка, то есть нефинансовые ресурсы, которые они приобретают. И, опять же, из обратной связи для них была важна реакция в моменте, то есть что они сразу получили ответы на многие свои вопросы, и у них есть полгода на принятие решений. То есть это снимает остроту момента. Если говорить о новых конкурсах, то, собственно, мы учитывали и эти аспекты тоже, и всю нашу работу с грантополучателями. Мы понимали, что мы не работаем в сфере прямой помощи, у нас здесь нет экспертизы, но зато мы знаем некоммерческие организации, которые умеют это делать. И, соответственно, конкурсы, которые мы стали предлагать, они были выстроены таким образом, чтобы помогать людям, нуждающимся в помощи, через опытные некоммерческие организации. И второй здесь же момент, что это была непроектная поддержка. На самом деле это самое сложное, я бы сказала, в этой истории, потому что и мы, и эксперты, и грантополучатели настолько сжились со словом проект, что не могут себе представить, что может быть по-другому, и что с них просят совершенно другое. Потому что в этом случае мы оцениваем не проект как проект, а саму организацию, что она из себя представляет. Это, наверное, схожа вот такого рода оценки, когда мы пришли бы в банк, да, только там заемные деньги, когда оценивают и дальше дают деньги, и ты сам их тратишь. Вот у нас, собственно, такая была построена система. Она более сложна для администрирования. Я сразу скажу, она и для нас, и для экспертов, и для благополучателей. Но мы надеемся, что когда немножко острота кризиса пройдет, мы сможем проанализировать этот опыт и учесть, вот, собственно, элементы этого нового типа поддержки, институциональной, в нашей текущей грантовой деятельности, где уже мы предусматриваем давно и достаточно высокий уровень перераспределения и средства на административную поддержку проекта, которые не требуют жесткой регламентации. Ну, в общем, Оксана, вы ответили на другой вопрос, к которому я хотела перейти. Следующая часть. Спасибо. О том, что можно реально поменять прямо сегодня в процедурах. Но я хотела бы все-таки сделать маленький шаг назад, прежде чем мы еще поговорим, что еще какие находки у коллег и изменения в сегодняшней деятельности. Мария Морозова, к вам все-таки хочу обратиться. Вот тоже по поводу сбора информации для изменения своей деятельности. Какого рода аналитику, где вы брали, чем вы пользовались, и делаете ли вы это вот и сейчас в процессе, собственно, оказания помощи? Да, я как раз когда слушала Оксану, чтобы ее не повторять, я просто хочу сказать, что да, на первом этапе мы делали практически все то же самое, о чем говорила она. И с 19 марта мы тоже официально объявили все эти послабления, так скажем. Они полностью совпадают с тем, о чем говорила Оксана, поэтому, собственно, не буду повторяться. И те же самые опросы очень регулярные. У нас был создан штаб, который работал ежедневно в фонде, и мы каждый день их обрабатывали, анализировали, пытались понять, что делает система, какие основные дефициты, что мы можем сделать, как мы, как фонд с нашими ресурсами. Но и сказала даже уже, какие, собственно, приоритетные категории мы в связи с этим выбрали. Но я, наверное, хочу сказать как раз дальше, что происходит сейчас, да, Наташа, вот о чем вы спросили. Давайте. В том числе. Мне кажется, тут следующий очень такой важный и сложный вопрос для доноров будет действительно. А что дальше? Вот продать, нет, подождите, Мария, давайте продальше мы поговорим. Нет, я имею в виду, как мы мониторим ситуацию и что мы учитываем для того, чтобы принимать решение. Хорошо. Да. Все равно есть ощущение, что, ну, в какой-то момент мы были в середине этого цунами, да, прямо внутри, и реагировали в режиме действительно такого немедленного, срочного тушения пожара. И для того, чтобы все-таки не законсервироваться в этом состоянии, этот мониторинг должен быть постоянным. И мы как раз для себя условно называем это проблемой первой волны и проблемой второй волны. То есть, условно говоря, проблемой пост-ковида. И вот сейчас мы уже подключаем, потому что у нас у самих сформирован достаточно большой массив аналитики по всем нашим антикризисным проектам. Он действительно является серьезной ценностью для нас. И мы сейчас будем привлекать уже исследователей внешних для того, чтобы, во-первых, подсказать нам, как лучше мониторить ситуацию дальше, какие выводы мы можем сделать из этой, вот, грубо говоря, нашей работы первой волны. И какие у нас будут развилки. Потому что где-то действительно нужно и правильнее будет закрыть то, что есть, а не пытаться это как-то искусственно видоизменять. А что-то важное, ценное и более долгосрочное увидеть и продолжать действительно поддерживать дальше. Но это уже, наверное, будет по теме будущего. Да-да-да. Про будущее мы обязательно с вами поговорим. Я все-таки хочу еще про то, что сейчас меняем, что сейчас делаем. И еще все-таки про, может быть, последний поинт про исследование. Мария, вы тоже опираетесь на другой массив данных. То есть я хочу понять, получается ли так, что ситуация как бы в целом ни в одном месте не находится. Каждому донору реально приходится в связи со своими приоритетами, в связи со своими интересами стратегии, соответственно, додумывать и проводить свои исследования, собирать свои данные. Я скажу «да». А Мария Чертог что мне скажет на это? Ну, вы знаете, что мы публиковали уже два отчета по двум волнам исследования по влиянию коронакризиса на сектор. Для нас это важно как для себя, для нашего принятия решений, обоснования того, что мы делаем так. Нам кажется, что это может помочь и другим, в том числе другим донорам, у которых, может быть, нет такого ресурса, чтобы делать исследования для принятия каких-то решений. Но и в том числе как бы это помогает убеждать в необходимости каких-то вещей. Но не знаю, будем ли мы делать третью волну, может быть, и сделаем где-нибудь в конце лета, чтобы посмотреть, что изменилось, потому что между первым и вторым заходом была очень большая разница. То есть когда мы сделали там в конце марта первое исследование, Москва уже там как бы стояла на каких-то ушах, а в регионах практически еще ничего не поменялось. Сейчас, ну, очевидно, что в регионах ситуация хуже, чем в Москве по некоторым параметрам, таким ключевым, типа денег и помощи, которые они получают, и там сокращение сотрудников, например. Мне кажется, это важный момент, который мы пытаемся доносить до, так сказать, аудитории, которая имеет отношение к тому, как формируется поддержка для сектора. Спасибо. Вот коллеги отвечают, что есть и специализированные вещи, где исследуют в узких секторах и в узких тематиках, что происходит и какая требуется помощь. Я хотела бы от себя добавить в данной ситуации, что сеть ресурсных центров некоммерческих организаций проводит ежемесячный мониторинг, опрос ресурсных центров по всей стране. Там сейчас больше 400 организаций в этом опросе присутствует о том, как меняется работа некоммерческих организаций, что важно, какие к ним приходят новые целевые группы. И, собственно, предложить для заинтересованных грандмейкеров результаты этого опроса, который, просто, вы говорите, своими силами, но на ежемесячной основе держатели этой информации, тот первый источник, который может поделиться, это партнер с организатором сельчайной конференции, фонд «Гарант» Марина Михайлова. Мы, я уверена, что с удовольствием поделимся и сейчас новыми данными, которые, потому что первые были по маю месяцу, сейчас следующие будут по июню месяцу. Поэтому, уважаемые коллеги, если для кого-то это важно, имейте в виду, что данные такие есть, мы их собираем, и мне кажется, они могут быть полезны. Можно мне одно слово вернуть. У меня такое ощущение, что как бы сектор накрыло исследованиями. Нам надо тоже, мне кажется, как бы с уважением относиться ко времени коллег и, может быть, не знаю, не дублировать, координировать как-то, потому что, знаете, когда каждый второй день приходит запрос на ответ на какую-нибудь анкету, хочется уже, ну, как бы перестать отвечать на анкеты. Я уверена, что люди, которые работают в регионах, там, на, как бы, фронтах, да, у них времени еще меньше, чем у нас. Вот, поэтому давайте тоже как-то... Принимается, я считаю, это очень хорошая инициатива, это к донорскому сообществу и не только, но и, в принципе, и к исследовательскому сообществу, потому что они тоже сейчас заинтересованы в том, чтобы набрать в этой непростой ситуации новые массивы данных, которые, конечно, нужны для анализа, для учетов и в дальнейшем, и в текущей ситуации. Давайте подумаем, наверное, уже за пределами сегодняшней конференции, как мы можем скоординировать эти усилия. Может быть, тоже такой же, как у нас есть календарь публичных событий для некоммерческих организаций, может быть, и такую страничку, какое планируете исследование, если готовы потом вам тем более делиться и пересекающиеся темы, можно было бы такое сделать онлайн-маленькую историю. Давайте потом обсудим. А сейчас хотела бы вернуться к тому, как, собственно, изменились, уже начали об этом говорить, как изменились и требования к заявителям, и вся процедурно-документальная часть работы. Вот Оксана очень подробно сказала, что сократили, уменьшили и более лояльно относятся. Может быть, сейчас начнем с... Илья, с вас расскажите, пожалуйста, что сделал и планирует еще в этой ситуации сделать фон президентский грант. Я думаю, что будет, конечно, некоторое повторение. Тем не менее, это важно услышать. Тем не менее, первое, это, конечно, перенос сроков мероприятий. То есть мы понимаем, что если мероприятия не могут состояться, то мы допускаем их сдвижку и изменение, в том числе расширение сроков проекта. Переоспределение бюджета. В том числе сейчас, понятно, вступила одна из антикризисных мер, это освобождение страховых взносов на три месяца. Апрель, май, июнь этого года, соответственно, понятно, тоже освобождаются деньги. Мы не только, конечно, в рамках вот этих освобождаемых, но и другие, когда есть просто вместо оффлайн-мероприятий нужны средства на связь, на организацию онлайн-мероприятий, пожалуйста, мы тоже такое на приобретение средств социальной защиты, мы все это в рамках проекта разрешали. Срок проведения конкурса мы продлевали, то есть мы его не сокращали, продлевали для предыдущего конкурса, потому что, опять же, все как раз только начались нерабочие дни, и мы его немножко продлили с 31 мая до 6 апреля, и это, кстати, дало свой результат довольно хороший, именно в плане того, что проекты многие сориентировались уже под изменение ситуации. Вот текущий конкурс специальный, который мы объявили, мы в нем ужали сроки и по приему заявок, и по просмотрению, чтобы как можно быстрее средства довести, чтобы начать финансирование уже с 1 сентября, вот по тому конкурсу, который у нас сейчас идет до 15 июля. И еще один момент, конечно, уже касающийся подачи заявок, то здесь нам в этом смысле проще, потому что мы с организацией, долгое время существующим, сложно переходить на цифровые технологии, а мы с самого начала, то есть когда фонд был создан, нам было просто, потому что ничего не было, никаких процессов не было, поэтому фонд полностью в цифре. У нас взаимоотношения сотрудников, все внутренние документы, все абсолютно оформляется, у нас нет никаких служебных, ничего такого бумажного внутри фонда не создается. То есть все, заявки подаются, готовятся в электронном виде, рассматриваются в электронном виде, договоры заключаются в электронном виде, вся отчетность в электронном виде. У нас нет, за время работы фонда нет ни одного заключенного с грантополучателями договора бумажных ф Kw. Просто нет ни одного у меня бумажки. Нет ни одного экспертного заключения в электронном бумажной форме. И это нам помогло сейчас, потому что нам не пришлось ничего перестраивать. То есть заявки все сидят дома, спокойно делали заявки. Мы там где-то даже объяснили, как сделать, что нет печати и все прочее для оформления каких-то документов. То есть если вдруг, опять же, если нет возможности письма получить поддержки, то можно было бы их там просто в виде обычного e-mail и просто сделать в PDF-ке этот e-mail. То есть мы абсолютно гибко к этому подошли, но мы к этому были уже, в принципе, готовы. Это, кстати, я думаю, что многие доноры, опять же, они так же переходят на цифровые, но я могу сказать, что в этом смысле нам было проще фонда. Не то, что мы такие герои, а нам было проще, потому что с нуля переходить на цифру сразу проще. То есть как вот у нас со связью нового поколения сейчас в нашей стране одна из лучших. Это вследствие того, что мы просто перескочили сразу несколько этапов. Так вот и здесь фонд сразу перескочил несколько этапов. Илья, а сразу еще хочу спросить, я думаю, что это волнует сейчас многих участников, не только нашей конференции, но и всех, кто смотрит и будет смотреть эту запись потом. Я прошу прощения у коллег, и тем не менее. А экспертов вы как-то настраиваете по-другому к оценке сейчас нового конкурса? Вот если для благополучателей, ну чуть-чуть фактически, ну не то, чтобы снижен барьер вхождения, но будете более лояльны, как фонд на это смотреть. Что вы говорите экспертам, которым предстоит оценивать данные заявки? Ну вот для экспертов мы это, на самом деле, существенных изменений прям глобальных в экспертизе не происходят. Есть моменты, которые вот, например, специального конкурса, мы меняем, то есть мы не меняем методику оценки по критериям, мы меняем удельные веса этих критерий. Вот Оксана как раз говорила о том, что сейчас фонд по тайме переориентировался, ну именно в текущей ситуации, чтобы больше уделять внимание репутации организации. Вот мы сделали то же самое, то есть мы повысили удельный вес критерия, связанного с опытом организации. Потому что мы хотим, чтобы вот в это сложное время сейчас мы поддерживаем тех, у кого, ну действительно, те, кто могут подтвердить, что они уже хорошо работают с этими серебряными группами, они справятся. Потому что и в нашем стандартном конкурсе можно и так получить поддержку. То есть это специальный конкурс мы увеличили. Кроме того, что мы, кроме вот этого момента, связанного с изменением удельного веса, то есть мы убрали критерии инновационности и масштаба, потому что, ну они сейчас просто в нашем понимании были неуместны. Мы их там обнулили для всех, кроме совсем крупных проектов. Вместе и третье, наверное, изменение, то, что мы раньше экспертам не рекомендовали совсем уж прямую материальную помощь. Сейчас мы от этого ограничения как бы не, то есть мы эту позицию убираем из нерекомендованных и сообщаем об этом экспертам. Но это не значит, что эксперты должны как бы позитивно рассматривать, если проект состоит только из-за заказания материальной помощи, то это нам не подойдет. То есть мы не, фонд не отходит от требования системной работы с целевыми группами. Потому что все-таки, ну это вот самое простое в некоммерческом секторе, на самом деле, ну я прошу прощения, да, там все-таки у нас профессиональное сообщество. То есть все-таки самое простое это вот собрать, собрать еду, привезти ее куда-то и кому-то раздать. Это хорошее дело, только оно простое. Почему простое? Потому что это на самом деле совершенно не адресная помощь. Вот это не адресная, потому что ты не знаешь, кто к тебе пришел. И завтра этот же человек пришел опять же за едой, вместо того, чтобы ему помогли, то есть ему никто не помогает найти новую работу, изменить его судьбу, а просто вот каждый день по пирожку дает бесплатно. Вот это вот, вот это не те проекты, которые мы ждем сейчас. Хотя мы понимаем, что может быть специальная помощь частью проекта, да, мы это сейчас вот на этом специальном конкурсе это разрешили. Хотя раньше мы вообще не рекомендовали для включения в расходы проекта, сейчас вот в рамках ситуации изменили. Ну и быстро задам вопрос тоже из нашего чата, что будут очень, мы надеемся с вами, наверное, тоже, что будут очень, с одной стороны, практические, с другой стороны, стратегические проекты, работы со своими целевыми группами. Будут ли какие-то, планирует ли фонд привлекать дополнительных экспертов вот именно в такой тематике для оценки этих проектов на специальный конкурс? Мы в целом считаем, что вот сейчас у фонда 830 экспертов, причем это, ну, экспертное сообщество, которое формировалось три года, и очень сложно, непросто, и оно очень сильное. То есть мы, наверное, ну, значительные, в том числе и коллег, присутствующие крупнейшие опытные фонды, мы использовали в том числе и их серьезную поддержку, в части, ну, то есть они нам, по сути, дали там, как бы порекомендовали своих самых лучших экспертов, поэтому у нас довольно сильное экспертное сообщество, я не думаю, что есть потребность в включении в это, если члены нашего объединенного экспертного совета в этом считают необходимым, да, вот, то кого-то дополнительно будет, кого-то мы можем включить, но на самом деле у нас уже сработавшееся сообщество, которое поднимает методические рекомендации, сейчас нового эксперта, введение новых экспертов означает, что они, ну, не только к конкурсу, будут привыкать к методологии фонда, потому что фонд работает с каждым экспертом, проводит обучение экспертов, то есть это вот включение эксперта, он сразу будет оценивать по своей собственной шкале, а не по шкале, которые рекомендации, которые и методики выработаны в фонде, поэтому я думаю, что мы справимся с тем составом, который у нас есть, он очень сильный. Спасибо. Вот Илья упомянул переход в цифру, а я, наверное, к Оксане и Марии Морозовой хотела задать вопрос вот из нашего чата, что, в принципе, вот переход-то в цифру – дорогостоящая история, и мы сейчас все наших благополучателей туда очень так эффективненько двигаем, мы говорим, что мы только так, иначе как же мы с вами свяжемся и так далее, и, в общем, может быть, какой-то что-то такие и универсальные разработки нужны были бы, это не мой вопрос, это вопрос коллег из чата, для какие-то продукты для некоммерческих организаций, чтобы они этим пользовались, и вообще какие-то дополнительные усилия, проекты доноров, чтобы научить всем этим пользоваться, как вы думаете, это, ну, безусловно, повысит устойчивость, запрос-то такой, конечно, есть. Вербализован ли вы, например, он сейчас в ваш адрес, в ваш адрес, видите ли вы это в каких-то появляемых заявках, и что вообще донорам делать с этим? В любом порядке. Давайте, Мария, вы, потом Оксана. Ну, на самом деле, конечно, это вообще важный вопрос, он не только имеет отношение к работе в эпоху ковида, другой вопрос, что, наверное, те, кто смог заранее к этому подготовиться, как тот же фонд президентских грантов, другие коллеги, они сейчас пожинают плоды этой такой предусмотрительности, я бы сказала. Да, безусловно, у нас тоже большинство наших конкурсов проводится на порталах специальных, в системе онлайн, системой личных кабинетов, как для заявителей, так и для экспертов, туда же встроена система мониторинга и оценки, верификации получаемой информации, и там же может быть в том числе и база знаний для участников того или иного тематического конкурса. И сейчас мы в рамках нашего уже комплексного проекта автоматизации как фонд эту историю донастраиваем для того, чтобы действительно она была еще удобнее, лучше, и главное, чтобы она не была распределена на разные конкурсы, бренды в разных местах, а чтобы это действительно все было под одним зонтиком нашего фонда. И я считаю, что наша роль и наша ответственность как донора в том числе действительно дать вот эту удобную и полезную возможность благополучателям этим пользоваться и от этого тоже не только с точки зрения практической, да, там удобства направления заявок или разгрузки их с этой бумажной работой, но и доступ к экспертам, к определенным материалам, которые действительно их развивают, доступ к вебинарам, которые мы проводим для них. То есть это все, конечно, очень важно, актуально и будет все более и более востребовано. Спасибо. Мария, Оксана. Мы работаем через онлайн-платформу управления грантами, начиная с 2013 года, и каждый год ее существенно приходится дополнять и дополнять, и уже видим, да, это полный цикл от подачи заявки до подачи отчетности по гранту и до закрытия гранта. Что система, она, с одной стороны, и все про это, все это хотят, все мечтают, чтобы она была универсальной, с другой стороны, любая универсальная система не позволит поднастраивать конкурсы там и процессы под себя. Вот, собственно, с новыми конкурсами, которые мы вводили, новые критерии оценки, например, оценки организации, чего мы раньше не делали, или другие документы, нам пришлось и систему очень быстро менять. То есть это действительно такой большой и длинный процесс. Что мы увидели? Что когда дали возможность получать, делать запросы на институциональную поддержку, наверное, самый популярный запрос, который был среди заявителей, это на ту или иную форму СРМ. То есть запрос в сообществе на это есть, и, собственно, в поддержанных грантах многие будут теперь создавать такие системы под себя или адаптировать существующие системы. Мы увидели, что при поддержке перехода онлайн точно так же есть запрос на какие-то стандартные системы работы в онлайне. То есть, собственно, вот наша, как бы, такая конкурсная история показала, что надо обязательно и в обычную практику такого рода инструменты включать, потому что эффективность проектов от этого зависит. Если говорить о вот больших системах сложных, да, то есть мы тоже продолжаем, конечно же, автоматизировать. Вот, к сожалению, у нас есть определенные ограничения, пока не введена электронная цифровая подпись, но мы стали работать со скан-образами документов и заключать договора тоже онлайн временно, пока вот мы находимся в такой ситуации, резко сократив сроки. И эксперты тоже работают онлайн. Но, как я уже сказала, вот, наверное, наш следующий взгляд на онлайн – это как сохранить преимущество любой автоматизации с тем, чтобы не исчезал индивидуальный подход и не превращалась система оценки проектов или потом мониторинг проектов, просто в механической работе искусственного интеллекта, который за нас всех просчитает, посмотрит и подведет итоги. Поэтому вот этот баланс – это такая сложная донастройка любой системы, и она уже не получится стандартной, она получится универсальной. То есть как и на любом рынке должны быть стандартные решения, массовые стандартные решения, так и донастройка стандартных решений или создания своих решений, когда система становится слишком сложной, вариативной, и конкурсы внутри одной даже организации, как у нас, они, да, они по общим принципам проводятся, но имеют свою траекторию, каждая этапность, оценки и так далее. Спасибо. Ну, от технологии хочу к содержанию еще немножечко вернуться. Мария Чертова, к вам вопрос. Вот у меня есть такое сейчас ощущение, что все конкурсы, все поддержки сейчас направлены на очень конкретный и закрытый список целевых групп и организаций, с ними работающих. Не получится ли так, что мы вообще сейчас сектор за этим потеряем или что-то не учтем? Что вы можете на это мне сказать? Ну, я считаю, что есть такая опасность, несомненно. Я уже говорила об этом вначале. Мы вообще, у нас на самом деле связан с этим кризисом некоторый такой, ну, провал наш собственный, да. Мы хотели создать фонд быстрого реагирования, как такой, во-первых, партнерский проект, куда как бы скинутся разные доноры, и как бы он будет такой легкий, простой, как бы и некоммерческие организации, любые, у которых ситуация кризисная в связи с этим кризисом, смогут получать там деньги на то, чтобы как бы продолжить свою работу и как бы вынуть себя из этого кризиса, наоборот, как бы в новую реальность. Но, в общем-то, ничего из этого не получилось. Во-первых, оказалось, что доноры не готовы скидываться деньгами. У каждого из них там свое расписание, свои сроки, свои представления прекрасно, свои целевые группы конкретные, да, очень узкие, а как бы не все. И хотят они заниматься вот ровно удовлетворением потребностей вот прямо сейчас, да, как бы а не послезавтра. Вот, тем более, что, ну, и неизвестно, что там будет послезавтра. Вот, поэтому как бы то, как вы сейчас видите там наш этот конкурс из фонда быстрого реагирования, он вообще совершенно не такой, как мы его видели изначально. Вот, и действительно сейчас очень много идет средств на удовлетворение текущих таких важных, очень важных, несомненно, потребностей. Вот, при этом, на самом деле, надо сказать, что очень многие доноры, особенно корпоративные, они вообще не готовы, например, организациям давать деньги на их собственные расходы, да, то есть они могут дать, там, не знаю, 5 миллионов рублей на СИЗы и ни копейки на работу тех людей, которые эти СИЗы распределяют в больнице, да, то есть когда мы работаем там с тем же самым фондом живой, там на третьей итерации они спрашивают очень аккуратно, скажите, пожалуйста, а можно нам вот чуть-чуть как бы себе на менеджера, да, ну, то есть я понимаю, что как бы они даже спросить уже боятся, потому что никто не дает. Ну, в этом смысле, как бы, чем больше организации делают, чем в большую дыру они себя загоняют, потому что финансировать это, как бы, эту работу вообще ни из каких средств им не удается. Вот, поэтому мне кажется, что, конечно, те, у кого есть хоть какая-то возможность посмотреть на полтора шага дальше, я уж тебе говорю там про три или про четыре, нужно обязательно это делать, потому что действительно, как бы, мы сейчас сектор, ну, как бы, мы его используем, да, и он хочет быть использованным. Ну, и он плечо подставил, собственно, свое, ровно ради того, чего и есть, чтобы как раз, как бы, поддержать сектор. Это видно, да, тем самым видно, как сектор полезен, наконец, но это может стать его, в общем, концом, да, потому что, в том числе, по нашим вопросам мы видим, что люди не видят, где они будут брать деньги через шесть месяцев, да, там у 20% организаций на 80% упали поступления, но это вообще-то, ну, то есть они закроются на следующем этапе, да, и если сейчас, как бы, безусловно, просто не поддержать хорошо работающие организации, ну, как бы, мы можем отлежиться на следующем этапе, опасность очень большая, я считаю, угроза это есть. И мне кажется, что, да, все мы работаем, ну, очень закрытым пока списком групп целевых, да, вот люди, которые прямо сейчас в первую очередь пострадали от болезни, это, да, конечно, и традиционные наши группы, это и инвалиды, и люди, и, ну, не знаю, молодые люди, но появляются и новые группы, вот где для них здесь вот лаг, где и новые организации, вполне возможно, с которыми доноры никогда раньше не работали, то, о чем сейчас и Дженни в первой серии сессии говорила, о том, что, как бы, мы до них никогда не доходили, и мы никогда, возможно, в таком объеме не сталкивались с проблемой, например, людей, которые останутся сейчас без работы, и даже не только в Москве, и в Питере, но и в регионах. Про это пишет вот Лена Малецкая. Но мне кажется, что здесь еще очень важно, вот, важно другое, да, конечно, некоммерческие организации – это инструмент для того, чтобы помогать людям, но вообще-то за эти сколько там, 20-25 лет сформировался сектор, который сам по себе является ценностью, не просто как инструмент для каких-то целей, а потому что он дает возможность людям реализовать себя, он, как бы, является инструментом, там, местной демократии и много чего еще, и, как бы, важно не потерять еще этот сектор, и он, как бы, и надо поддерживать организации просто, как бы, за то, что они есть и кто они такие, а не за то, что они нам сейчас, как бы, помогут дойти там до стариков или, там, не знаю, безработных, да, как бы, это не только приводной ремень, это еще и, как бы, фундаментальный элемент гражданского общества, который нам важен и нужен, вот, поэтому, надо это не забывать, и, как бы, не все деньги надо тратить на помощь, да, надо тратить деньги на то, чтобы организации, как бы, были устойчивыми, продолжали развиваться и имели возможность эту ситуацию пережить и быть нам полезны в следующий кризис и между кризисами тоже. Ну, вот здесь, собственно, и хотела тоже продолжить этот разговор о будущем, да, вот тоже, о чем говорили с прекрасным этим хэштэбком, построите лучшее будущее, да, build back better, ну, как бы, вернемся в улучшенное состояние прошлого, да, вот такой хэштэг, который, собственно, иностранцы используют, наши коллеги, рассказывая об этом. На ваш взгляд, давайте еще порассуждаем о том, как, собственно, будет развиваться повестка и какой характер деятельности со стороны благотворителей и будет востребован. Может быть, ну, Илья, давайте с вас начнем. Во-первых, конечно, прогнозировать в ближайшее время – это смешить Бога, потому что никто не знает, конечно, то, что будет происходить в ближайшее время. Вроде бы ситуация как бы улучшается, мы, ну, как бы, при этом, ну, именно по коронавирусу, по экономике покажет лето, да, то есть какова будет глубина падения и как долго мы из нее будем выбираться, потому что это будет зависеть очень, ну, довольно серьезно на нашу работу как минимум еще два, а то и три года. Понятно? Да, действительно, будет переориентировка, конечно же, на вот такую вот социальную помощь, но я думаю, что, например, что касается даже нас, то мы, ну, вот на сегодняшний день у нас 7 тысяч действующих грантов. Это без специального конкурса, то есть 7 тысяч грантов, которые выданы, я имею в виду 7 тысяч действующих грантов. Мы сейчас в управлении имеем 7 тысяч проектов. Это, ну, в сопровождении, соответственно, грантового финансирования. Это гранты, которые выданы по итогам наших обычных конкурсов без какого-то, без привязки там к проблеме. То есть у нас это и культура, это и образование просвещения, то есть это довольно широкий спектр работы некоммерческого сектора. Все эти гранты, они выданы на срок до конца следующего года. То есть они еще будут, до конца года мы будем финансировать. Плюс к тому, сейчас мы проведем специальный конкурс, и в сентябре, я надеюсь, запустим обычный конкурс по стандартным правилам, который, опять же, по 13-ти грантовым направлениям. В этой части фонд все равно будет поддерживать все основные активности некоммерческих организаций по всем их направлениям деятельности. Потому что на коронавирус мы выделили дополнительные средства, ну, президент выделил из резервного фонда дополнительные 3 миллиарда, которые как раз и использованы именно для учета текущих потребностей. А стандартные наши 8 миллиардов, которые предусмотрены ежегодно на грантовое финансирование, мы их оставляем на стандартную работу. Плюс к тому, у нас со следующего года стартует региональная программа, которую, мы надеемся, и будет стимулом финансирования со стороны регионов, чтобы регионы финансировали более активно некоммерческие организации, не только финансировали, но и внедряли лучшие практики, о которых, собственно, сегодня идет на нашей конференции речь. Указ о такой программе президент подписал вот и пятницу. То есть у нас уже, ну, соответственно, вступает в силу с момента подписания, у нас уже у фонда регулирующие документы в эту пятницу 26-го числа изменились. То есть мы уже имеем право сейчас софинансировать, как бы гранты давать не только некоммерческим организациям, но и региональным органам власти. Но это речь о дополнительных деньгах. Что касается вот развития сектора, ну, это, наверное, тема отдельной конференции, но я такой вот ремаркой, ну, у меня какой-то определенный оптимизм на эту тему есть. Я могу сказать, почему, потому что, ну, вот, опять же, апеллирую к нашему донору. Наш донор, он, глава государства, он за последнее время, за последние полгода, наверное, провел рекордное количество встреч с представителями общественности. То есть он очень хорошо сейчас представляет себе деятельность некоммерческих организаций. Таких серьезных слов, вот, ну, все коллеги были вовлечены много лет в разработку Оксаны Уручева, там, много лет в разработку документов. И с каким трудом мы всегда пробивали, чтобы какое-нибудь, какое-нибудь поступление президента вписать хотя бы одно доброе слово про некоммерческие организации, это дело с величайшим трудом. Причем, ну, там, все, всем, всем, всем миром наваливались, все лоббистские ресурсы подключали, вот, чтобы просто что-то доброе про некоммерческие организации сказать. И радовались, когда одна строчка в послании президента про это звучала. А сейчас, ну, вот, на последних встречах и 30 апреля, и 8 июня, особенно в День социального работника, звучали такие слова, которые, ну, представить себе 20 лет назад, можно было считать, что это все удалось. Потому что признание сектора страны государства очень высокое. Сектор действительно мобилизован. Сектор, ну, дал уникальные результаты. И государство само в каких-то даже, ну, в ряде регионов не ожидало такой поддержки со стороны некоммерческих организаций. То есть, вот, вообще не ожидало. Ну, вот, опять же, нашим коллегам я хочу огромное всем спасибо сказать. Потому что я, например, про поддержку фонда Тимченко получаю от людей, которые вообще к некоммерческому сектору никакого отношения не имеют. Что вот там была моя другая коллегия по обучению в свое время, которые у меня там работают высшими руководителями и главами регионов. Говорят, вот, смотрите, вот там фонд Тимченко вот здесь помог, здесь, 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 здесь. Никто не ожидал от некоммерческой организации такой масштабной мобилизации. И это государство поняло, что некоммерческий сектор это реальная сила, которая может помогать по-настоящему. И, в том числе, и вот эта льгота, которая по налогу на прибыль пробита, и президент же ее откомментировал именно таким образом, что это льгота, потому что он несколько раз не поддерживал эту инициативу, когда вот вносила и комиссия благотворительности. То есть, опять же, мы же в этом году закрыли гешталь, за который долго бились, что была льгота по налогу на прибыль, чтобы можно было пожертвование НКО относительно заплаты. Да, да, это наш всеобщий праздник. Мне кажется, это должен быть красный день календаря для всего некоммерческого сектора, что это, наконец, не случилось. Главное, чтобы мы теперь все это качественно отрабатывали и использовали. Конечно. А президент как раз и говорил, что да, понимаем, что может быть злоупотребление, но из-за нескольких жуликов нельзя наказывать всех нормальных. Это тоже очень ценные слова. Поэтому у нас принята беспрецедентная льгота, которую мы хотели. У нас сейчас сложилось довольно серьезно, если сравнивать даже с лучшими УСРовскими практиками, у нас одна из самых лучших сейчас системы налогообложения и коммерческие организации. Потому что по самым серьезным вопросам, налоговое право регулирует эти моменты и снимает проблемы для некоммерческих организаций. Да, что-то мы не добили, типа НДС при передаче еды, но это, на самом деле, уже частности, потому что ключевые все меры и, наверное, самые лучшие практики у нас сейчас в законе есть по отношению к некоммерческим организациям. Ужасно приятно услышать такой оптимистический взгляд. Мне кажется, это очень важно, когда донор смотрит на сектор, который развивает и поддерживает именно с такой положительной динамикой, с положительным настроем. Спасибо вам большое за это, Илья. Мне кажется, это сейчас для всех, для нас такая важная история. Какие бы дальше ни были конкурсы, какие бы ни были приоритеты, вот именно этот такой поддерживающий, стимулирующий взгляд, он для нас супер важен. Оксан, к вам хотела, простите, перейти про будущее, про повестку, про ожидания, насколько здесь вы оптимистичны и что нас ждет? У нас также продолжается наша текущая деятельность, которая не останавливалась, это из тех сфер, где мы традиционно работаем. Мы говорим там порядка чуть меньше двух тысяч благополучателей прошлого года, вот на текущий момент их там, примерно столько же, даже больше становится. То есть здесь они все получают поддержку необходимую и будут продолжать. То есть традиционные конкурсы остаются. Мы, конечно, пересмотрели свой портфель, у нас были планы, в том числе связанные с нашей программой «Эффективная филантропия», с поддержкой профессиональной мобильности, которой сегодня мы пересмотрели не в плане отказаться от этого полностью, а перераспределение ресурсов, потому что в моменте эта тема становится неактуальной, значит, мы занимаемся какими-то другими вещами, но оставляем это в своем портфеле, когда ситуация изменится. И точно так же, как во все традиционные наши конкурсы добавляем, с каждым годом мы это делаем, элементы, связанные со стратегическим планированием деятельности, будут такие новые конкурсы для сферы культуры, в первую очередь для музейных организаций, связанные со стратегическими темами, что очень важно. И кризис показывает, что надо в это вкладываться, потому что тогда ты оказываешься готов к кризисной какой-то ситуации. То есть я бы хотела подчеркнуть, что одно не заменяет другое. То есть мы говорим о поддержке дополнительной, так же, как у нас также были дополнительные средства, один миллиард рублей, которые мы перераспределяем через различные конкурсы, и текущей деятельности, которая, да, переформатируется, но остается, остается в полном объеме, грантовое финансирование не сокращается ни в этом году, ни на следующий год. И наоборот, мы видим свою задачу еще больше смотреть на масштабирование деятельности с тем, чтобы более эффективно распределять ресурсы, и они доходили до большего количества организаций. Но мы еще работаем с индивидуалами, с физлицами и до людей конкретных, если мы говорим об обучении. Наташа, ты без микрофона говоришь, извини. Простите, пожалуйста, спасибо, что подсказали. Мария Морозова, к вам вопрос. Как поменяется и будет меняться повестка и вас, и, возможно, ваших коллег, за которыми вы тоже следите, в будущем, вот как раз о будущем давайте. Мы все хотели с вами поговорить. Да, это всегда очень приятно, надо поговорить о будущем. И в первую очередь я хотела, наверное, прокомментировать то, о чем говорила Мария Чертог, о том, что доноры все равно как бы ставят какие-то ограничения. Они не готовы их снимать полностью, и, наверное, это неизбежно с учетом того, что ресурсы ограничены. Другой вопрос, какими могут быть эти границы. Или это может быть срок вот этой антикризисной деятельности. И мне кажется, очень важно понять, как мы поймем, что пора возвращаться с войны, и что взять с собой при этом лучшее, что мы на этой войне успели узнать. Или все-таки это в первую очередь поддержка тех, кого знаем, кого доверяем и которым мы знаем, что работают качественно. Или это все-таки приоритизация тех потенциалевых групп, которым сейчас сложнее всего. И вот, наверное, я хотела поделиться историей со сроками. Я уже сказала, что часть из наших антикризисных проектов будут закрываться, потому что их видоизменять сейчас искусственного смысла мы не видим. И есть один проект, который мы поняли, что он будет развиваться, и более того, он будет развиваться не только потому, что мы так решили. И вот какие характеристики, мне кажется, очень важны для того, чтобы описать этот успех и поделиться теми открытиями, которые мы для себя сделали. Ну, во-первых, это местный уровень. То есть мы понимаем, что эпидемия и изоляция резко ограничили нашу среду обитания. И она сузилась до двора, дома, подъезда. Даже в больших городах мы видим примеры такой самоорганизации, объединений, взаимоподдержки. И поэтому вот в рамках нашего конкурса «Забота рядом», он партнерский, об этом расскажу чуть попозже, мы нашли не только невидимых стариков, но мы нашли и организации, некоммерческие организации, которые ранее были невидимы ни для грантовых конкурсов, ни в принципе для нашей системы, когда мы говорим о секторе. В частности, это, например, ТОСы и ТСЖ. Потому что только на уровне соседских сообществ, такого ближнего круга, мы могли дойти до тех самых забытых людей. Интересно также, что некоторые НКО, которые на местном уровне занимались чем-то одним, какой-то одной темой, начали поддерживать совершенно новые для себя категории. И вот вторая характеристика, которая очень важна, это роль объединения усилий и сетевого взаимодействия. И вот как раз этот проект, эта коалиция «Забота рядом» показала, как, применяя этот подход, можно за три месяца получить устойчивое объединение 231 некоммерческой организации, уже созданы 23 территориальных ресурсных центров в 56 регионах и постоянно действующий штаб. Причем, вот если говорить про эффективность, мы как фонд в этот проект на сегодняшний день вложили 6 миллионов рублей. Они сами уже привлекли 12 миллионов рублей. При этом это не только деньги, там есть еще и большие объемы товарной помощи, прежде всего продуктовые, средства защиты, и медтоварах. Это более 5000 волонтеров и оказана помощь более 80 тысячам людям. И при этом они выстраивали отношения на местном уровне еще и с органами власти, и с местным бизнесом. И вот, наверное, эти рецепты или тренды, которые, мне кажется, сейчас будут формироваться, это опора на местный уровень, появление местных ранее невидимых некоммерческих или необязательно только некоммерческих организаций. И вот это сетевое объединение горизонтальное, это, мне кажется, очень важные характеристики, которые, я надеюсь, сейчас будут усиливаться. Спасибо большое, Мария. Мария Ширтова, хотела к вам тоже обратиться. Вот, мне кажется, у вас всегда хорошо так получается. Два-три ключевых слова, которые будут характеризовать будущую повестку и, собственно, то, чего будет ожидаться от донорского сообщества. Ну, кроме того, что сказала Мария, и объединение усилий, и большее внимание на местном уровне, безусловно, что еще важно, что надо не потерять, на что сейчас донорам надо обратить внимание, планируя свою дальнейшую деятельность. Ну, хотелось бы, чтобы доноры все больше и больше доверяли некоммерческим организациям и тем, вообще, кого они поддерживают, в том, чтобы выбирать, что, собственно, нужно и что нужно делать. Да, что, как бы, это не значит, что у доноров не может быть своей повестки и своей стратегии, но, тем не менее, как бы, вот эти отношения доверия, они же намного что проецируются, да. Да, ну, например, как бы, на подход к отчетности, например, да, может быть, она может быть менее жесткой, менее доскональной, если вы знаете, что организация делает хорошее дело. Это, кстати, как бы, мы очень облегчаем вход, да, это, кстати, к фонду президентских грантов, и я извини, как бы, но прям наболело, да. То есть, как бы, легко подать, но потом, ну, фиг отчитаешься. И, как бы, это, ну, принимая это как обратную связь, да, в том числе в ковидное время, когда надо приехать в офис, отсканировать все документы, потому что иначе не отчитаешься. Вот, и это вопрос про доверие, которое должно, ну, как бы, отражаться на вообще всех отношениях между донорами и получателями. Это нужно, это нужно и важно, и я надеюсь, что вперед это будет работать тоже. Спасибо большое, Мария. Ну, дорогие друзья, как бы не хотелось мне продолжать с вами беседовать на столь важную и интересную не только мне, как мне кажется, тему, но и всем участникам конференции. Тем не менее, у нас, мы задержали начало немножечко, поэтому немножечко переберу по времени дальше. Хотела в завершении два блиц-вопроса вам задать, которые задавала и нашим международным коллегам. Может быть, ваши ассоциации мне понравятся больше и нашим друзьям тоже понравятся больше. Мы провели и проводим время с вами онлайн и дальше, и много чего взяли уже на вооружение в своей деятельности. С каким же онлайным инструментом у вас ассоциируется сегодня грантовый конкурс? Попробуйте ответить вы на этот вопрос. Есть ли такой инструмент? Надо ли его еще сконструировать и изобрести? Илья, как человек, который хорошо разбирается в технологиях, скажи, пожалуйста, что, с чем у вас, Илья, ассоциируется такая история, как грантовый конкурс онлайн? Ну, честно сказать, для меня это вот так неожиданная будет ассоциация. Наверное, мне бы хотелось, чтобы это было больше похоже, наверное, на Википедию, то есть где идет накопление знаний, накопление знаний и такая коллективная работа над этим знанием, чтобы это не было изобретение велосипеда всегда с нуля, в том числе и в части заявок, а вот некое такое вот уже в том числе коллективное творчество и лучшие практики. Прекрасно, спасибо. Мария, чертог, прошу вас. У вас с каким-то онлайн-тул это ассоциируется грантовый конкурс? Нет? Никак? Я думаю, что дело не в онлайн-туле. Можно и по электронной почте хорошо все сделать. Хорошо, припринимается ответ. Оксана, у вас как? Вот у меня тоже не ассоциируется. Мне кажется, что любые современные технологии можно удачно интегрировать в грантовый конкурс, если это по делу. Спасибо. А просто так не имеет смысла. Абсолютно. Главное, чтобы была цель, ради чего мы это делаем. Мария Морозова, прошу вас. Да, я согласна, что важно все-таки говорить о характеристиках и преимуществах. Для меня, наверное, хотелось бы, чтобы этот инструмент сочетал в себе базу знаний. Я об этом уже говорила, Илья тоже сейчас об этом говорил. И при этом некую оперативность чата. Условно говоря, группы в чате, когда мы можем оперативно и в разных составах обмениваться информацией, делиться информацией, задавать вопросы, отвечать на эти вопросы. И вот эта оперативность, мне кажется, она там тоже должна присутствовать. Ну, как тут правильно отмечает Лена Малинская, точно не молоток. И тоже Рос сказал с утра, главное, чтобы это был не молоток, не забивать разные самые гвозди. Ну и, наверное, последний вопрос. Наша конференция сегодня именно о грантовых конкурсах, а не просто о каких-то технологиях предоставления грантов разных, которые вы используете. И, может, могут использовать доноры в своей деятельности. Ну, в целом, будущее грантовых конкурсов очень кратко. Как бы вы могли себя представить и сформулировать там, не знаю, очень краткой фразой, несколькими словами. Оксана, прошу вас. Если говорить про будущее грантовых конкурсов, то мне кажется, что нас все-таки ждет не единообразие, а разнообразие. Потому что это именно инструмент, который должен достигать определенных целей, а цели и решать задачи. А цели и задачи у нас как бы зависят от очень многого. И мне кажется, что именно готовность к разнообразию – очень важная тема, когда мы говорим о грантовых конкурсах, чтобы все не работали по шаблону. Потому что тогда нас всех не надо, а нужно кого-то одного поставить. Спасибо. Мария Морозова. Объединение НКО. И мне кажется, очень важно, о чем вы мне сказали. Это объединение и доноров. Но не механическое объединение, когда мы в один котел сливаем ресурсы, а, так скажем, осознанное и синергетическое объединение донорского сообщества при реализации грантовых конкурсов различного типа. Ну и, конечно, усиление роли онлайн и при этом вот это самое доверительное, индивидуальное отношение друг к другу. Ой, очень сложно совместимые вещи. Спасибо большое, Мария. Но мы будем работать над этим, да. Будем обязательно. Мария Чертов, прошу. Я вообще верю в то, что фонды существуют для того, чтобы финансировать другие организации, а не самим реализовывать свои собственные проекты. В этом смысле, да, гранты. Конкурсы или нет, иногда конкурсы, иногда, может быть, не конкурсы. Кстати, это была моя претензия к нашей теме. Да, иногда, как бы, может быть, и не на конкурсной основе можно выделять финансирование, а на каком-то другом основании, как вот фонд МОТО, да, РОСС с утра. Они вообще никакие конкурсы не проводят, тем не менее замечательный фонд. Вот, поэтому зависит от ситуации. Вот, но, конечно, сделать финансирование доступным для большого числа организаций через конкурс удобнее всего. Поэтому, конечно, будущее у грантовых конкурсов светлое. Спасибо, Мария. Илья, прошу вас. Если несколькими словами, то мне кажется, что будущее грантовых конкурсов будет определять большие данные, потому что вот эта история с репутацией, с накопленными знаниями, она все равно, ну, как бы, наверное, у нас, я надеюсь, что все-таки действительно искусственный интеллект нас всех не заменит, потому что есть огромное количество нюансов. Но он нам точно поможет, потому что вот мы пытаемся уже, вот сейчас, например, проектируем нейросетку на тренировку, потому что у нас просто массив уже огромный, заявок. Мы надеемся, что все-таки эти технологии помогут. То есть они прям, ну, и в том числе и в мониторинге, и в сопровождении, и в том, чтобы готовились хорошие проекты, и в том, чтобы оценивались лучше. Спасибо вам большое. Ну что ж, несмотря на то, что мы начали с довольно длинного списка, довольно большого количества вызовов, которыми сегодня сталкиваются гранатодающие организации, и, конечно, хотелось бы, чтобы нас было больше, и ресурсов на все темы, о чем спрашивали наши участники в чате, и про культуру, и про спорт, и про образование, было как можно больше, и не только на федеральном уровне, но и на местном, там, где мы с вами работаем, там, где мы понимаем, какая есть необходимость и потребность конкретных ресурсов становилась больше и доступнее. И в том числе с помощью грантов и конкурсов мы это могли решать, потому что все-таки это удивительный, хороший механизм, который позволяет решать самые разные задачи для тех, кто этим инструментом пользуется. И я хотела бы еще раз поблагодарить сегодняшних участников дискуссии генерального директора фонда президентских грантов Льючукалина, директора благотворительного фонда развития фонтропикав Мария Черток, генерального директора благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Уорочева и генерального директора благотворительного фонда Елены Геннадия Тимченко Марии Морозову за то, что вы, коллеги, так откровенно поделились своими и переживаниями, и находками, и мыслями, и, конечно, их гораздо больше. И, конечно, мы продолжим это обсуждать не только в рамках сегодняшней конференции, но, как я уже сегодня раньше немножко говорила, с некой завидной регулярностью, чтобы не потерять вот это чувство, мониторить происходящие процессы и двигаться дальше по поддержке развития социальной сферы нашей страны. Спасибо вам большое за участие. Ну и я возвращаю слово Марине Михайловой, хозяйке конференции. Прошу вас. Спасибо. Большое спасибо. Ну, мне кажется, что был очень интересный разговор, и мы посмотрели за сегодняшнее утро, мы посмотрели два разных аспекта. Мы посмотрели о том, то, как происходит ситуация на международном уровне. Мы посмотрели и обсудили наши российские тренды и ситуацию с грантовыми конкурсами. И мне кажется, что... Огромное спасибо хочу сказать Наталье Каминарской, которая вела весь этот разговор и задавала очень интересные вопросы, да, и не давала нам ни на минуту отвлечься от компьютера. И мне кажется, что и на первой дискуссии, и на второй дискуссии прозвучали очень важные вещи. Но мы бы сейчас хотели, завершая нашу с вами такую пленарную дискуссию, перейти к более локальному обсуждению. И я еще раз хочу поблагодарить всех спикеров, которые присоединились к нам и показали нам видение крупных фондов, работающих на территорию всей страны. Но мы знаем, и это видно из новостных лент, это видно из нашего общения друг с другом, что очень много разных событий происходит сейчас в территориях. И вот Мария Морозова тоже говорила, что сейчас, как никогда, и другие спикеры, что сейчас, как никогда, стала проявляться вот эта очень локальная активность. И сейчас, как никогда, люди почувствовали, что инициативы, поддержка, важные вещи происходят вот здесь, рядом с ними, в одном подъезде, в одном населенном пункте, в регионе. И очень много, в том числе инициатив и даже грантовых конкурсов реализовано или каких-то инициатив, направленных на поддержку вот такой активности реализованы и на уровне регионов, и на уровне муниципалитетов. Я знаю, что во многих регионах начались конкурсы по государственной поддержке некоммерческих организаций. И вот мы сейчас предлагаем нам продолжить вот разговор, используя в том числе и ваш опыт как участников, для того, чтобы обсудить, что же происходит с грантовыми конкурсами в период кризиса и что из этого происходящего нужно брать с собой дальше, как уроки, на что может быть стоит обратить внимание и подумать, как трансформировать это происходящее. И сейчас мы предложим вам, знаете, мы решили, что мы предложим, если бы мы были в офлайн-режиме, если бы мы встретились как всегда, то уже после такого длительного промежутка, два с половиной часа мы работаем, точно все уже захотели бы на кофе-брейк. И там в кулуарах на кофе-брейк... Кофе-брейк... Продолжение следует... Продолжение следует...